Ну что ж, мы продолжаем нашу интерактивную рубрику и отвечаем на ваши вопросы. Сегодня речь пойдет о такой распространенной ошибке, хотя я не знаю распространенная ли она. Очень распространенная, да, у детей это часто встречается, как пропущенная точка удара при ударе с отскока слева. Мы все время рассказываем вам про удар справа, теперь наконец-то нас спросили, как избавиться от пропущенной, из-за чего возникает пропущенная точка удара при ударе слева с отскока. Такие вопросы вы нам задаете прямо на диссертации, конечно, но попытаюсь найти какие-то основные причины, по которым это происходит. Одной из первых причин, который я вижу на соседних кортах, дети играют, это то, что тренер пытается сделать замах слева по форме, немножко аналогичному удару справа. То есть, если вы замахиваетесь справа, то запуская вот это движение наверх, у вас обязательно замах, как бы вот в учебниках в английских написано, инициируется локтем. И тренеры, обучая детей слева, тоже стараются им оттопырить очень сильно локоть, поставить его вот так напротив основания ладони, напротив рукоятки ракетки. И вот с таким вот оттопыренным локтем все идет в замах. Естественно, создается очень напряженная конструкция, очень жесткая, это уже не треугольник, это уже многогранник, потому что автоматически сгибается и противоположный локоть. То есть, вы делаете вынос на таком локте, оттопыренном, очень тяжело в будущем развернуть торец ракетки в сторону точки отскока, в сторону мяча, прилетающего мяча, потому что все напряжено, предплечья неподвижны, они не вращаются. И вследствие чего? Вследствие этого даже ваши руки становятся менее длинными, не менее длинными, а короткими, и вам просто не вывести в точку удара перед собой. Естественно, я бы всем советовал, что этого избегать, то есть ваши локти при замахе могут согнуться, вы делаете, естественно, замах плечами, но ни в коем случае не растопыривайте эти локти, ваши локти в разные стороны на замахе. И старайтесь в момент выноса, после того, как вы сделали шаг и подобрали уже ножками к мячу, выносить, чтобы ваш торец, так же, как справа, обязательно как можно дольше смотрел на в сторону прилетающего мяча. Мне кажется, что вот это две основные такие важные ошибки, которые допускают игроки в технике, из-за чего у них получается пропущенная точка удара при ударе двумя руками слева. Я хотел бы дополнить немножко, что тут удар слева двумя руками, он по своей сути похож, например, на игру в хоккее, либо на гольф. Но гольф у нас редко кто играл, а вот хоккеистов у нас много. То есть, в чем смысл? Что вы действуете на такой объект, как мячик, той рукой, которая находится ближе к точке этого объекта. То есть, если у вас мячик на ракетке при ударе слева, то левая рука получается ближе к мячу. Соответственно, контроль удара надо концентрировать, активировать. Именно в эту. Собирать, да, с левой рукой. То есть, вам нужно какого-то быстрее левую руку вводить. Вот эта левая часть должна быть очень быстро выведена вперед. Все упражнения, которые позволяют это сделать, ради бога. Если вы включаете правую руку, то левая, получается, мешает работать правой. Получается, что правая рука работает через левую, искривляя всю эту систему. И тормозит левую. На самом деле, вот эта ошибка, пропущенная точка удара, там, может быть, как Андрей сказал правильно, и при вот этой конструкции, и при... Там куча всяких, может быть, проблем. Но главное, что левая рука собирает этот удар. Поэтому все упражнения, которые позволяют исправить эту ошибку... Это работа с набивным мячом, допустим. Все приветствуют. Да, метание набивного мяча, которое ни в коем случае... Ну, вы просто физически не сделаете растопыри в локте. Да, вы почувствуете, что это неудобно, да. Поэтому мяч метают на прямых, на чуть-чуть согнутых руках с помощью ног, с помощью плечей. Я думаю, что это тоже поможет исправить ваше движение и не пропускать точку удара. Я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. С вами были Андрей Меринов и Сергей Подоляк. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok